Продолжение следует... Где можно увидеть свежие обзоры и тест-драйвы разных автомобилей, начиная от ретро и, конечно, самых любимых народных машин. Также много другой полезной видеоинформации, касающейся автомобилей и всего, что с ними связано. Короче, заходите на канал и смотрите сами. Ссылку на канал Автобосс найдете в описании под видео. Лето прошло, а я так и не искупался. Я думаю, как и многие из вас. А ведь это озеро Селява – одно из самых красивейших озер Беларуси. Именно сюда мы приехали, чтобы снять обзор на уникальную технику, а именно мотоблок МТЗ-12. Субтитры сделал DimaTorzok Первый мотоблок производителя из Минска сошел с конвейера в 1978 году, когда в обиходе отечественного потребителя еще даже не было слова «мотоблок». Такая почвофреза, или как их тогда называли пешеходные тракторы, быстро и прочно вошли в жизнь фермеров, садоводов, огородников и многих других, чья жизнь неразрывно связана с землей. Немного позже, в 1986 году, появился дочерний филиал «Сморгонский агрегатный завод», который продолжил воплощать в Италии лучшие белорусские традиции. О том, благодаря чему они завоевали такую популярность, мы и будем говорить далее. Мотоблок МТЗ-12 оснащается четырехтактным бензиновым двигателем СК-12, рабочим объемом 277 кубических сантиметров с одним цилиндром, верхним расположением клапанов, карбюраторным впрыском и воздушным охлаждением, которое генерирует 11 лошадиных сил при оборотах 3000 в минуту. С ним совместно трудится механическая трансмиссия с четырьмя передними и двумя задними передачами, фрикционная многодисковая муфта и шестеренчатый дифференциал с принудительной блокировкой, которая включается специальным рычагом. При движении вперед мотоблок может развивать скорость от 2,5 до 9,5 км в час, а движение назад от 2,5 до 4,5 км. Продолжение следует... Многие собственники мотоблока МТЗ-12 отмечают не особо удобное штанговое рулевое управление, поэтому нередко задаются вопросом, как усовершенствовать ручку и создать более комфортные работы для оператора. Нужно отметить, что ручка регулируется по высоте, причем можно изменить положение влево или вправо на угол до 15 градусов. Мотоблок МТЗ-12 имеет топливный бак объемом 6 литров, позволяющий работать долгое время без дозаправки. Данный аппарат щеголяет простотой надежной конструкции, широким выбором навесного и полуприцепного оборудования, отменной ремонтопригодностью, доступной стоимостью, высокой производительностью и прочими моментами. К его недостаткам относятся устаревшие, по сравнению с иностранными аналогами, внешний вид и не самая продуманная эргономика. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...